Итак, всем привет! Вы на канале Юлия Трус. Юлия Трус – это я. На этом канале мы говорим о бизнесе и обо всем, что касается бизнеса. И так как я пообещала себе, что буду снимать, еженедельно буду выкладывать какое-то видео, да, а там писать какие-то сценарии, я не умею, не хочу, это не моя органика, я буду продолжать отвечать на ваши вопросы. У меня хорошо получается работать с вашими вопросами, поэтому, если вы будете задавать вопросы под этим видео, я обязательно отвечу на каждый из них. И чтобы не пропустить ответы на ваши вопросы, подписывайтесь на этот канал, здесь очень полезно. Итак, поехали! Первый вопрос, который мне прислали в личку, такой очень интересный. Как понять проблему своего клиента и продвинуть свой продукт? Вот, если речь идет о вашем продукте, да, то есть вы закупили, произвели, создали, каким-то образом решили зарабатывать на вашем продукте, на чем вы основывались изначально? Вот на чем вы основывались? Просто на том, что у меня это есть, или я это умею, или мне хотелось бы. Если это так, то неправильно, вы неправильно начинали изначально свой бизнес, потому что бизнес начинается с продукта. Когда я говорю о том, что бизнес начинается с продукта, что я имею в виду? Вам нужно выбрать тот продукт, на котором вы можете заработать столько, сколько вам нужно. То есть, понимаете, сначала что-то придумать условно, да, где-то что-то найти там условно ручку, да, на эту ручку смотреть и потом думать, как мне продвинуть этот продукт, а для этого мне нужно как-то понять проблему клиента, который купит этот продукт. Это неправильная логика. Вначале, прежде чем заниматься, скажем так, закупить этот продукт или начинать его продвигать, нужно было посчитать спрос. Что такое спрос? Спрос это не просто люди хотят это купить, или люди хотят решать такие проблемы, а люди хотят это покупать, уже покупали или покупают, являются постоянными покупателями, пользователями. Люди за это платят, готовы платить тот чек, на который рассчитываете вы. Если вы хотите продавать эту ручку за тысячу, да, то люди, в принципе, где-то должны быть люди, которые готовы за подобную ручку платить тысячу, а не 26 рублей, как это было там, я не знаю, в условном перекрестке. Понимаете, да, то есть ваш чек обязательно, ну и люди готовы это покупать сейчас, а не спустя там 129 лет. Так вот, в первую очередь вы определяете существующий спрос. Следующее, что вы делаете, потому что спрос может быть прям очень крутым, да, огромным, вы будете видеть, что в нише очень много денег, но и вы зайдете в эту нишу и будете пытаться зарабатывать, но есть риск даже при этом не заработать ничего. Что следующее мы делаем? Следующее мы с вами, скажем так, меряем конкурентов. Да, мы анализируем конкурентов, присутствие конкурентов в нише. Опять же мы их анализируем по разным параметрам. И мы смотрим не только тех, кто продает эту ручку, да, и по этой цене, а мы смотрим еще и тех, кто продает фломастер. Фломастер, что у меня тут больше на столе ничего нету, карандаши, да, мел, планшеты. Мы проверяем, мы замеряем присутствие и заполненность ниши прямыми конкурентами и смежными конкурентами. Далее, опираясь на эти данные, мы уже сопоставляем, да, то есть мы заполняем огромную таблицу, где мы выписываем преимущества, недостатки, сильные стороны, слабые стороны, для того, чтобы мы увидели, а есть ли там вообще возможность заработать. А потом мы уже оцениваем, а есть ли возможность заработать столько, сколько надо, да, вернулись. Дальше мы снова можем вернуться в продукт, например, мы поймем, что, ну вот ручку за тысячу мы продавать не будем, да, так как она везде 26, ну давайте и мы будем продавать за 26. То есть мы проходим заново этот путь, то есть мы работаем над продуктом до тех пор, пока мы не увидим, что вот это соотношение цена-качество, оно даст нам наибольшую прибыль. Только тогда мы определяемся с продуктом, да, ну и соответственно, когда мы работаем над продуктом, мы работаем с целевой аудиторией, да, целевая аудитория, опять же, да, параметры, определенные параметры, эти люди готовы. Это покупать, им нужна ручка, она им нужна не через, там, я не знаю, это не дети двухлетние, которым ручка понадобится, там, во сколько, там, в 6 лет, когда они пойдут в школу, а это люди, которые пользуются ручкой, да, пользуются, там, не знаю, как часто, в зависимости от того, что вы пропишете в параметрах, да, в таблице вот этой анализа целевой аудитории. Потому что это могут быть те, кто постоянно пользуется ручкой, это могут быть те, кто перепродают эту ручку, это могут быть те, кто один раз в жизни будут пользоваться, это могут быть те, кто оказался сейчас в такой ситуации, что им срочно нужна эта ручка, да, Это могут быть те, кто, попользуясь ручкой, сказали, это полная ерунда, мы никогда не будем пользоваться больше этими ручками, и вы выбираете, да, вы выбираете тот сегмент целевой аудитории, или те сегменты целевой аудитории, на которых вы можете заработать столько, сколько вам надо. Да не всегда максимум, не всегда больше, а столько, сколько вам надо. Потому что вы можете зайти в нишу, условно, да, кастомизироваться, выделить отдельную нишу, развить ее, и вы будете понимать, что, ну, я не хочу работать столько, сколько есть потенциального спроса, да, я хочу работать вот там на чуть-чуть, мне этого достаточно. Таким образом, вы заходите, вы развиваете нишу, формируете спрос, да, каким-то там волшебным методом, формируете спрос, но работаете вот настолько, насколько вам надо, но не хотите вы напрягаться еще больше. Да, и так часто бывает, да, предприниматели сейчас поставили бы плюс, если бы это был прямой эфир. И какая здесь опасность? Вы покажете вашим потенциальным конкурентам, что есть новая ниша, есть незакрытый спрос, и вы попадаете на жесткую конкуренцию, то есть придут те, у кого есть другие ресурсы, кто готов напрячься и так далее, и у вас отожмут вот эту самую нишу. Поэтому вопрос сформулирован, да, сам вопрос неправильно сформулирован, и я делаю вывод, что вы ничего не знаете о своем продукте, то есть вы ничего не сделали изначально правильно. Если вы говорите, как понять проблему своего клиента и продвинуть продукт, то вы пошли неправильной логикой. Вы сначала получили продукт, а потом думаете, а что они там ищут, а в какой ситуации они находят, а какая модель потребления, как мне вообще понять, кто эти люди, что им нужно, и соответственно, как продвинуть, как им рассказать про эту проблему или про решение этих проблем. Неверно. Работайте даже если у вас уже есть продукт, то в первую очередь вы прорабатываете, что делает ваш продукт, то есть задачи, проблемы, с которыми ваш продукт, скажем так, справляется или помогает. Вот, потом вы, конечно, там может быть очень много разных проблем, и нужно понимать еще и смежных ваших конкурентов. Да, я привожу пример часто про похудение, он такой самый простой. Ведь худеть или, скажем так, приводить себя в форму можно по-разному. Можно при помощи разных видов спорта, можно при помощи разных видов диеты, можно при помощи хирургического вмешательства, можно при помощи там аута какого-то там тренинга, да, а можно при помощи корсетного белья и так далее. Одна и та же проблема. Да, и вот вы определяете целевую аудиторию. Внутри этой целевой аудитории вы выделяете тех, кто готов заниматься, скажем так, не всех, кто хочет похудеть, а тех, кто хочет похудеть при помощи вашего метода. Почему они выбирают ваш метод, а не другие? То есть это не вы думаете, какие они, почему, да, а вы выбираете тех, кто будет покупать ваш продукт. А потом среди всего вот этого вот разного там, разной сегментации вы выберете тех, на ком вы можете заработать больше. Вы будете выбирать, кто готов платить самый высокий чек, да, кто-то будет выбирать тех, кто будет регулярно покупать ваш продукт, кто-то будет выбирать там сегмент B2B, потому что там другие объемы сбыта и так далее. Вот, и продвигаете вы свой продукт, продвижение это в маркетинге, это самый последний, да, ну не самый, один из последних этапов маркетинга. Продвигаться вы можете только после того, как вы поняли, да, определились с тем сегментом, с которым вы работаете, ваша целевая аудитория, вы работаете только с ними, только для них. Вот, следующий вопрос, я так думаю, что три вопроса я сегодня разберу. Следующий вопрос, тоже классный вопрос. Почему сейчас продается всякая фигня, да? К примеру, пробуждающий коучинг, вообще впервые такое слышу, а запчасти, на которых едут машины, нет? И возможно ли хорошо продавать там, где людям нужен голый, не вдохновляющий продукт из нужды, а не из радости? И ну давайте вспоминать, да. Давайте вообще-то начнем с другого. Первое, естественно, можно зарабатывать на том, где люди закрывают свою потребность, решают свои проблемы, да. Вспоминаем там товары повседневного спроса, вспоминаем медицину, вспоминаем ритуалку, да, много чего продается. Другое дело, что человек, который задавал этот вопрос, скорее всего наблюдает за блогерами, которые продают вот этот вот там пробуждающий коучинг и так далее, да. И кажется, что, учитывая, что блогеры всегда работают, скажем так, пользуются триггером, ажиотажный спрос, то есть мой продукт нужен вообще всем. Вот просто тысячи, десятки тысяч, миллионы, миллиардов людей стоят в очереди, жаждут, я не знаю, получить вот этот пробуждающий коучинг, чтобы наконец-то там разбудить себя, пробудить себя и так далее, да. Это же и есть формирование вот этой толпы, всем надо идти, и ты туда иди. Это такой самый, самый распространенный триггер. И вот человек, который задал этот вопрос, везде смотрит, говорит, господи, вот там говорят, что у них там пять тысяч регистраций, а там говорят, что у них сто тысяч регистраций, а здесь говорят, что они два миллиона людей обучили, а мои запчасти никто не покупает. Запчасти покупают больше, чем пробуждающий коучинг. Только не принято говорить, что запчастей мы продаем там, я не знаю, сто пятьсот миллиардов там болтов, фильтров, там прокладок и прочего, да. Ну не принято так говорить, потому что здесь по-другому вообще другие триггеры используются. Ажиотажный спрос, все-таки триггер ажиотажа, да, что всем это надо, всем вам не хватит, налетай и торопись, используется, ну, немножко в других, скажем так, вещах. Поэтому мой совет такой, прекращайте наблюдать за блогерами, прекращайте тратить время. Вы свои запчасти не сможете продавать теми моделями, которыми пользуются они. Но это не так работает. Вы работаете со сформированным спросом. Вы не должны формировать спрос. Вам не нужно искать тех, кто такой не знает, да, что им нужно запчасти. Вам нужно работать с поисковым запросом в первую очередь. И вам нужно присутствовать там и откликаться на поисковые запросы там, где принято искать вашим целевым клиентам. На первый вопрос тоже просмотрите, прослушайте, к вам это тоже применимо. Вам нужно понимать вашу целевую аудиторию, потому что не все владельцы автомобилей будут вашей целевой аудиторией. Например, я, нельзя говорить никогда, но на данный момент я не являюсь вашей целевой аудиторией. Я не покупаю запчасти на автомобиль. Я обращаюсь в салон, куда я привожу машину, они там просто что-то там делают. Я не знаю, что они делают. Вот, ваша целевая аудитория, кто они, почему они покупают, почему они будут покупать у вас, какие автомобили. В зависимости еще от вашей доставки, от времени доставки, от вашей цены, от возможностей, да, что вы там можете найти. А тем более сейчас в условиях запретов, да, и санкций. Что вы можете дать людям? Вот так формируется ваша целевая аудитория. Перестаньте наблюдать и раздражаться или вдохновляться теми, кто продает вообще не ваше. Вы работаете со сформированным спросом, с поисковым запросом, да, ну и подумайте, возможно, там о сегменте B2B. Так, дальше. Где искать специалистов, особенно для рекламы, и как им ставить LTV и планы? Ну вот тоже такой вопрос, да, вопрос интересный. Что такое LTV? LTV это, будем говорить простым языком, LTV это сколько денег принесет конкретный клиент за период, скажем так, ну, жизнедеятельности, да, за определенный период, за год, за месяц, за всю жизнь. И вот как вы можете специалисту, рекламщику, рекламщику поставить LTV? Как вы можете поставить LTV, да, то есть вы говорите, что каждый клиент или в среднем клиент за вот это время взаимодействия и воздействия на него должен принести, там, я не знаю, миллион долларов. Как он это будет реализовывать? Вот у меня такой вопрос. А как он это будет реализовывать? Это все-таки задача не рекламщика, да, рекламщик участвует, да, специалист, который занимается рекламой, не знаю, это контекст, это таргетированный, это блогерская, как, не важно, в каких каналах это реклама. Рекламщик участвует, но один рекламщик не может вам каким-то образом сформировать LTV, да, вы можете, плюс еще очень странно ставить LTV, у вас есть какой-то уровень LTV, вы можете как-то расти, да, либо достигать определенного там уровня, вот. Но LTV ведь зависит от чего, это один и тот же клиент к вам приходит не один раз, хотя может быть и один раз, да, там, в зависимости от вашей продуктовой линейки, а желательно несколько раз. Ну вот как мы можем увеличить LTV? LTV, один человек пришел, один раз условно купил на 10 долларов, второй раз, третий, вот таким образом человек нам за весь этот период взаимодействия, общения с нами, да, за то время, пока он был нашим клиентом, он нам принес, там, я не знаю, 150 долларов, при том, что одна покупка стоит там 10 долларов, да, понимаете, что для этого нужно сделать? Для этого нужен быть, должен быть подходящий продукт, ну, то есть, возможно, это какой-то ассортимент, когда человек приходит, купил что-то одно, у него подтягивается другая потребность, третья, да, ну, ведь кто-то должен ему про это рассказать, про ваш ассортимент, разве это делает рекламщик? Может быть, рекламщик в этом участвует, но кто-то же ему должен поставить эту задачу, и эта продуктовая линейка или ассортимент должен быть кем-то сформирован, не рекламщиком, вами, либо вашим маркетологом. Следующее, люди не вернутся, даже если у вас будет офигенный ассортимент, ему все будет подходить, людям все будет подходить, но у вас не конкурентные цены. Рекламщик здесь не участвует, рекламщик не занимается формированием цен, ценообразованием, ценовым позиционированием, анализом конкурентов по ценовому критерию, не занимается рекламщик. Следующее, у вас могут быть классные цены, у вас может быть подходящий ассортимент, из-за которого люди, ну, казалось бы, должны были бы приходить, но у вас будет сервис на самом низком уровне. У вас нет сервисной составляющей, ваши менеджеры, вы, ваши, кто там, грузчики, кладовщики, не умеют обслуживать клиента так, чтобы ему хотелось еще раз прийти, оставить у вас денег. Кто этим должен заниматься? Разве рекламщик? Этим должен заниматься собственник бизнеса, да, коммерческий директор, маркетолог в том числе. Следующее, когда наступает время и что-то в рынке меняется, да, и, допустим, конкуренты уже улучшают продукт, да, у них, то есть их конкурентные качества улучшаются, конкурентные качества их продукта улучшаются, и вам же с этим надо что-то делать, потому что люди же не живут в вакууме, они же вот не живут так, только к вам ходят, они видят, блин, там вот так, а здесь еще лучше. А у них какая-то фигня устаревшая, вам надо соответствовать. Исследования, да, кастдевы проводят маркетолог, не рекламщик. Маркетолог, кто это у вас маркетолог? Да, полноценный специалист, который владеет комплексным подходом к маркетингу. Либо это вы и есть ваш ведущий маркетолог, обычно в бизнесе собственники есть ведущий маркетолог, самый главный, самый, скажем так, решительный, самый принимающий решение, да, самый вот этот видящий вдаль. А ведь надо же правильно исследовать, не тупо повторять за конкурентами, потому что вы не знаете, а конкуренты провели то самое исследование, или они решили, пусть будет так, да. А клиенты, например, говорят, да нам вообще плевать на эту характеристику или на это качество продукта, нам не интересно, нам нормально вот это, а вот это мы хотели бы, чтобы было немножко другим. Так вот, эти исследования проводит кто-то, и это маркетолог, либо собственник, не рекламщик. Улучшение товара, это задача, это стратегического характера задача. Кто-то будет улучшать, а кто-то будет наоборот где-то какие-то характеристики, скажем так, ухудшать. Идти на ухудшение, потому что ваша аудитория говорит, мы сейчас готовы получать более, скажем так, менее качественные по более низкой цене. А особенно сейчас, да, в условиях кризиса. Это вы следите за тем, что происходит в рынке. Так вот, LTV это стратегического рода задача, и рекламщик здесь, ну, скажем так, имеет влияние, но такое весьма косвенное. Вот, а уж тем более планы, да, планы, планы рекламщику ставит либо маркетолог, либо, либо собственник бизнеса, опять же, да. И какие планы ставятся, планы рекламщику ставятся по объемам, то есть по штукам, по регистрациям, там, по заявкам, по стоимости максимальной, по стоимости минимальной. Плюс еще рекламщику ставится всегда план на исследование новых креативов, новых там цепочек, новых офферов. Часть денег выделяется на слив всегда рекламщикам. Часть денег выделяется целенаправленно на слив, то есть на те каналы, на те инструменты, на те, на те предложения, которые вообще не гарантированно, ну, никто не гарантирует, что они принесут. То есть должно быть 70% рабочего, скажем так, того, что приносит результаты запланированные, да. И мы говорим, что вот в таком коридоре это низкая, самая низкая граница, потому что если ниже, то там уже идет фигня, там уже не ликвид идет, а это самое высокое, выше нельзя. Потому что если выше, там у нас уже валится экономика. Вот в этом коридоре ценовом ты работаешь, и ты за период, за определенное время должен потратить вот столько денег мы выделили. Да, ни больше, ни меньше, вот столько денег. И мы рассчитываем на такой объем заявок, лидов, регистрации, скачиваний, что это будет у вас. Вот, это не рекламщик делает, это делает маркетолог. Если у вас такие вопросы есть, то вам нужно изучать маркетинг, потому что на сегодняшний день без маркетинга невозможно развитие в бизнесе. Конкуренция выросла жесточайше, как говорит президент моей родины. С таким знанием в маркетинге, ну, нечего делать в бизнесе, да, вы идете, скажем так, по плохой тропинке, по тонкому льду, по тонкому-тонкому льду. И вот этот вопрос, где искать специалистов, где искать специалистов, ну, первое, это, естественно, Headhunter, да, это Headhunter, это Freelance. В моей академии, в Московской академии экономики и развития мы готовим специалистов по маркетингу и по рекламе в том числе. По ссылке под этим видео поищите, я поставлю, покажу, где вы можете заполнить анкету. И эта анкета появится, отобразится в банке вакансии у наших выпускников. Возможно, кто-то среди них вам поможет и сможет вам, скажем так, помочь, да, сможет вам помочь и быть полноценным вашим сотрудником. Но нужно иметь в виду, что если вы не знаете маркетинг, если вы не разбираетесь, ну, а я делаю вывод из этого комментария, что у вас это именно так, то как вы будете управлять вашим сотрудником, как вы будете высчитывать эти коридоры, а как вы будете сверять, так или не так он действует, а как вы будете отслеживать новые какие-то тренды, а как вы будете ориентироваться в том, что сейчас каждый день вообще меняется, меняется вообще бизнес, меняются паттерны поведения наших потенциальных клиентов, что, как вы будете с этим работать, рекламщик вам в этом не поможет. Вот, поэтому изучайте маркетинг, становитесь важным, самым главным маркетологом в вашем бизнесе, и тогда все вопросы отвалятся, они сами по себе отпадут, потому что вы будете знать ответы на все вопросы. Подписывайтесь на это видео, пишите вопрос, если у вас есть какой-то вопрос, я отвечу либо под видео, либо я сниму отдельное видео, не оставлю ни один ваш коммент без ответа, ставьте лайк обязательно, потому что лайки помогают продвигаться, и до новых встреч в этом видео, надеюсь, что я выдержу свое обещание еженедельно выкладывать видео на этот канал, это моя такая задача на короткий период. Спасибо вам за внимание, до новых встреч, пока-пока!